Каждый год в нашей стране Всякая установка для электролиза состоит из электродов Анодов, здесь это толстые пластины еще не очищенными И катодов, здесь катодами служат тонкие листы чистой меди Электроды погружаются в ванну с электролитом Раствор электролита содержит заряженные частицы, ионы Но откуда появились ионы? Рассмотрим, например, растворение в воде хлористого водорода В его молекуле отрицательный заряд сдвинут в сторону атома хлора, положительный к атому водорода В молекулах воды разноименные заряды также сдвинуты к разным концам Атомы в молекуле хлористого водорода колеблются Разноименные концы молекул воды и хлористого водорода взаимно притягиваются И это вместе с тепловым движением приводит к разделению молекулы хлористого водорода на ионы В этом процессе электролитической диссоциации электрический ток не участвовал Условимся изображать шариком совпадины положительные ионы, как потерявшие электроны А шариком с выступом отрицательные ионы, как получившие дополнительные электроны Если в электролите нет электрического поля между электродами, то ионы движутся хаотически Разноименные ионы, сталкиваясь, могут соединяться в молекулы Этот процесс называется молизацией Образовавшиеся молекулы снова диссоциируют Когда в электролите имеется электрическое поле, ионы благодаря своим зарядам начинают двигаться к электродам Это направленное движение ионов и есть электрический ток в растворе Посмотрим, что же происходит на электродах Положительные ионы водорода, катионы, подходят к отрицательному электроду, катоду Получают от него электроны, превращаются в нейтральные атомы и соединяются в молекулы Отрицательные ионы хлора, а неоны, подходят к положительному электроду, аноду Отдают ему электроны, превращаются в нейтральные атомы и соединяются в молекулы Это и есть процесс электролиза Но не всегда происходит выделение вещества на обоих электродах Это зависит от выбора электродов и электролита Так при электролизе раствора медного купороса с медными электродами Отрицательные ионы, приближаясь к аноду, создают сильное электрическое поле И вырывают из электрода ионы меди Происходит так называемое анодное растворение Это явление используется при рафинировании меди Анодом здесь служит пластина неочищенной меди Она содержит различные примеси Катодом при рафинировании служит тонкий лист чистой меди Можно подобрать такое напряжение, при котором на катоде будут выделяться только атомы меди А примеси остаются в растворе и в осадке, выпадающем на дно ванны, анодном шламе Таким образом загружая при рафинировании в ванной неочищенную медь и проводя электролиз Получают на катоде чистую электролитическую медь Аноды в процессе электролиза растворились, их остатки удаляют Из шлама химическим путем извлекают золото, серебро и другие драгоценные металлы Электролиз широко применяется в металлургии, например, для производства алюминия В электролитической ванне окись алюминия клинозем растворяют в расплавленном минерале, криолите Жидкий расплав является электролитом, сама ванна служит катодом, угольный стержень анодом Начинается электролиз расплава На катоде дне и стенках ванны выделяется жидкий алюминий, он собирается внизу ванны Извлеченный из ванны жидкой алюминия разливается в формы Металл готов к отправке Электролиз применяется также при производстве магния, натрия, калия и других металлов Это требует много электроэнергии, поэтому такие заводы строятся вблизи больших электростанций Одна из важнейших отраслей технического электролиза гальваностегия Покрытие изделия слоем металла Этот слой предохраняет их от коррозии, окисления Чтобы чайники не окислялись, снаружи их обычно никелируют Для этого их погружают в раствор солейникеля и соединяются отрицательным полисом Чайники отникелированы, их поверхность пока матовая, она заблестит позже Теперь их нужно изнутри полудить Для этого их ставят на шины, соединенные с отрицательным полисом Затем чайники наливают электролит, раствор солей олова И погружают оловянные аноды Включается ток На внутренней поверхности чайников выделяется олова Это и есть электролитическое лужение После этого изделия промывают Сушат И, наконец, полируют, придавая их поверхности блестящий вид Особенно тщательно надо предохранять от коррозии инструменты и части точных приборов Чтобы не тратить времени на соединение с отрицательным полисом каждой мелкой детали Катод делают в форме вот такого решетчатого барабана А детали прямо засыпают в него Катод с деталями опускают в электролит, содержащий соли никеля И вращают, чтобы детали не слиплись и равномерно отникелировались со всех сторон Блестеть Блестеть Такие детали подвергаются так называемому ученому никелированию Их погружают в раствор, где электролитом являются соли никеля и цинка В результате электролиза образуется химической стойкой слой сернистых соединений цинка и никеля Он имеет характерный матово-черный цвет Некоторые детали покрываются не никелем, а цинком В особо ответственных случаях серебром Стальные и латунные детали часто хромируют Для большей стойкости покрытие делается в несколько слоев разными металлами Какие же покрытия лучше предохраняют от коррозии? Как это узнать? В лаборатории создаются условия, способствующие ускоренному окислению детали Их попеременно погружают в раствор И высушивают на воздухе Прошел один час Первый обнаруживает признаки окисления Необработанная деталь без защитного покрытия В несколько раз дольше противостоит коррозии деталь, покрытая слоем никеля-меди-никеля Но самой стойкой оказалась деталь, покрытая никелем, а сверху еще хромом Качество изделия зависит и от толщины покрытия На стальных изделиях толщина покрытия измеряется магнитным прибором Магнит притягивается к детали Чем толще покрытие, тем слабее притяжение магнита к детали Теперь магнитик отрывают, преодолевая притяжение Измеряя силу, нужную для отрыва магнита Узнаем по шкале толщину покрытия Чтобы предохранить металлы от коррозии, применяю также полировку Но как отполировать такую покрытую насечкой поверхность? Вручную это сделать трудно Тут помогает электрополировка, основанная на анодном растворении На аноде наиболее сильные электрические поля Образуются у микроскопических выступов Вот схематическое изображение такого поля Ионы металла вырываются прежде всего из выступов И поверхность металла выравнивается Получается красивая полированная поверхность, хорошо противостоящая коррозии На этом же принципе основана и электрозаточка режущего инструмента Это лезвие затуплено Под микроскопом видно, как зазубрен его край Погружая лезвие на короткое время в раствор специального электролита и пропуская ток, мы выравниваем все зазубрины Лезвие стало острым Важное применение электролиза было найдено русским ученым Якоби Это гальванопластика Способ снятия металлических копий с рельефных предметов Перед нами оригинал, с которого надо снять копию Оригинал заливается расплавленным воском Когда воск застынет, отпечатавшиеся на нем негативные изображения и оригинал разнимают Воск не проводит тока, поэтому его покрывают токопроводящим слоем, например, графитом Теперь обработанную форму помещают в качестве катода в ванну с раствором медного купороса На катоде выделилась медь Такой способ снятия копии настолько точен, что его применяют при изготовлении матриц для граммофонных пластинок Звук записывается в студии на восковой диск Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диск Резец аппарата вырезал на диске звуковую дорожку Диск покрывают токопроводящим слоем И в качестве катода погружают в электролитическую ванну Для покрытия сначала тонким А потом более толстым слоем меди Медный отпечаток матрицу никелируют А затем для прочности покрывают слоем хрома В прессовом цехе матрицы закладываются в пресс-формы Пластмассу подогревают до размягчения Кладут на матрицу И прессом выдавливают отпечаток записи звука Неровные борта пластинок шлифуют Пластинка готова Гальванопластика служит также для снятия металлических копий со скульптур Гипсовые формы, снятые из частей скульптуры Натирают графитом, проводящим ток И помещают в качестве катода в ванну с медным купоросом На формах выделяется слой меди После зачистки полученные отпечатки частей скульптуры Собирают вместе и спаивают Чтобы скрыть образовавшиеся швы Их обрабатывают А затем снова покрывают всю скульптуру слоем меди Старое готово Электролиз применяется при изготовлении самых разнообразных изделий Стереотипов, с помощью которых печатают книги Спортивных товаров Бытовых предметов и многих других Электролиз все шире внедряется в промышленность Продолжение следует...